Нуждающимся жителям Раздольного помогут с подключением к воде. Об этом стало известно на встрече селян с главой города. Количество привыкших к спорту сочинцев достигло 200 тысяч. С днем физкультурника сегодня поздравили чемпионов и тренеров. 4 миллиона рублей собрано в Сочи меньше, чем за месяц. Таковы первые итоги курортного сбора. Социальные истории в виде анимации. В Сочи будут снимать мультфильмы, ориентированные на детей с инвалидностью. 4 кубанских тренера получили звание почетного работника физической культуры и спорта. В преддверии профессионального праздника лучших работников физкультуры наградил глава региона. Кроме того, регбисты, фигуристы и легкоатлеты получили благодарность от губернатора, почетные звания, заслуженный мастер спорта России. Вениамин Кондратьев, поздравляя собравшихся, отметил, что они вносят большой вклад в развитие массового спорта в регионе. Что делает физкультура, спорт? Они объединяют. Объединяют мальчишек, девчонок в различных районах. Они делают их огромной, большой спортивной семьей. Значит, они уже вот это отношение сохранят на долгие-долгие годы, а может быть на всю жизнь. И отношения, которые завязались или в спортивном зале, или в спортивном комплексе. И, как правило, жить и говорить, что это самые надежные друзья, самые преданные друзья. И сегодня мы стараемся сделать все, чтобы максимальное количество жителей края занимались спортом. Дети хотят заниматься физической культурой и спортом, взрослые тоже хотят заниматься. То есть это становится действительно модным на территории нашего края. Поэтому это здорово. Это благодаря тому, что есть такие звездочки, в том числе, как вы. Потому что многие дети хотят быть похожими на вас. Бюджет края сегодня максимально ориентирован на социальную сферу, на развитие физической культуры и спорта. В этом году из краевого бюджета выделено 8,5 миллиардов рублей. Только в 2017-м в сельских территориях Кубани построили 15 спортивных площадок и 6 физкультурных комплексов. Сейчас идет возведение еще 14. Краснодарский край в очередной раз стал лучшим регионом по развитию физической культуры и спорта в России. В Сочи сегодня в Зимний театр также пригласили спортсменов. Отличившимся вручили почетные грамоты и присвоили звание заслуженного работника физической культуры Кубани. Сегодня в Сочи развивается 88 видов спорта. Работают 25 муниципальных учреждений и 4 краевых центра физической культуры и спорта, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Всего же в спортшколах занимаются свыше 21 тысячи детей и подростков, а систематически занимающихся физкультурой и спортом сочинцев – более 200 тысяч. Здоровый образ жизни уже стал привычным для горожан, подчеркнул глава курорта Анатолий Пахомов, в том числе и благодаря спортивным мероприятиям, которых в городе за год насчитывается более 300, и строительство тренировочных площадок и спортзалов во дворах. 34 таких зала у нас сегодня есть. Но эту работу будем продолжать. Как будем продолжать строить площадки воркаут не только в селах, но и сегодня, я повторяю, в скверах и парках, которые мы строим, а мы только продолжаем. Четыре было построено. Сейчас, в сентябре месяце, это уже за федеральные и краевые деньги, мы будем строить четыре площадки, в том числе на Мацесте, огромную территорию отдыха. Это, по сути дела, набережную, и там будут обязательно спортивные площадки. Мы создаем условия для того, чтобы каждый желающий мог себя найти в спорте. Отдельные слова благодарности сегодня прозвучали в адрес ветеранов спорта, которые, уже будучи тренерами, делают все возможное, чтобы воспитать молодых преемников. К слову, юниоров сегодня тренируют именно молодые атлеты, завершившие спортивную карьеру. Совмещаю, как бы сейчас сестра у меня, Елена Вестина, вместе с папой мы помогаем тренировать Лену. Но сейчас у нее травма, она сейчас на больничном, пока тренировки приостановились у нее. Поэтому я пока сейчас больше времени трачу на детей. Успехи хорошие, первые места занимают. Школа бокса, она бюджетная организация, да, действительно, бюджет позволяет нам сегодняшний день выезжать на сборы. Мы все силы прикладываем, стараемся, чтобы был свой спортивный комплекс, для того, чтобы мы могли проводить ежедневные тренировки, проводить сборы и проводить международные соревнования всех уровней. Впереди немало спортивных мероприятий международного уровня. Кубок мира по хоккею, чемпионат мира по боксу. Каждое подобное соревнование порождает интерес к разным видам спорта, мотивирует спортсменов к дальнейшим победам, уверен мэр. Работа же над совершенствованием спортивной инфраструктуры города продолжается. К слову, и тренировочные поля, подготовленные для участников мундиаля, сейчас переходят в муниципалитету. Инга Габеши, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Отмечать надо активно и с пользой для здоровья. В Сочи сегодня стартовала 9-я летняя спартакиада работников Федерального центра спортивной подготовки «Югспорт». Летняя спартакиада – это всегда большое событие для большой семьи «Югспорта». А ведь весь коллектив не только успешно обеспечивает тренировочный и восстановительный процесс для национальных сборных России по более чем 50 видам спорта. Большинство из работников активно занимается физкультурой. Ну а спартакиады дают возможность проявлять себя, добиваться высоких результатов в работе и в целом в жизни. Каждый занимающийся, конечно, он работает в спортивном учреждении, там, где куются победы наших олимпийцев, чемпионов мира и так далее. Конечно, каждый должен любить и заниматься этим видом замечательным спортом. Я им уже пожелал победы. Главное участие, безусловно, ну и здоровая победа. Вы увидите, что борьба будет очень напряженная, сильная, но дружеская. Это один коллектив. В девятой летней спартакиаде принимают участие 10 команд по 5 из Сочи и филиала базы в Кисловодске. В составе каждые по 15 человек. В течение полутора месяцев они будут соревноваться в 11 дисциплинах. Это волейбол, мини-футбол, стритбол, перетягивание каната, легкоатлетическая эстафета, черлидинг, парусные гонки, морская рыбалка. Впервые пройдет эстафета на сапах и пулевая стрельба. А в Кисловодске – плавание в новом, самом высокогорном бассейне Европы, который был построен в рамках федеральной программы. Ну а в день открытия спартакиады участников ждала комплексная эстафета. Спорт – это очень такое мероприятие дружелюбное, правильное. И для здоровья хорошо, и для контактов расширения хорошо. И потом опять-таки в этих внутренних коллективах же наверняка улучшается атмосфера и такой командный дух. Суперфинал пройдет в Сочи в начале октября. В нем сразятся лучшие игроки в составе сборных команд Сочи и Кисловодска. В этом году спартакиада стартовала в преддверии Дня физкультурника. Кстати, работники Федерального центра спортивной подготовки участвуют не только в своих внутренних турнирах, но и в городских фестивалях ГТО, тем самым подтверждая, что Югспорт – одна из самых спортивных организаций в Сочи. Статьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. Как быть с ветхим фондом? Сколько стоит подключение к центральному сетям? И кто восстановит разбитую дорогу? Ответы на эти вопросы получили накануне жители села Раздольное. На встрече с главой Сочи они подняли самые острые для района темы. В буйной зелени прячутся желтые трубы. Газ в Раздольное уже пришел. Скоро начнется разводка по участкам. А вот с водой все сложнее. Район заселялся в 60-е. По большей части сотрудникам Института садоводства и субтропических культур. В бараках до сих пор живут люди. Удобств никаких, печное отопление, вода только холодная. Канализации у нас здесь никогда не было. Раньше, когда поселили, здесь вообще были емкости с водой заправляли нам. Колодцы, краны вот эти вот и все. У нас вот одна линия, в которой мы стоим, фактически, вот она здесь проходит. Двадцатка идет с верхних домов. Это центральная улица, вот Буковая. Она спускается вниз к улице Тепличная и дальше идет. А в других улицах ветеринарная, переулок ветеринарный. Вообще вся территория. Канализации нет вообще. Сейчас село Раздольное внесено в инвестпрограмму муниципального водоканала. Но для того, чтобы работы начались, отметил руководитель предприятия, нужны заявки жителей. Их уже более тридцати. Но до сих пор договора не подписаны, деньги не внесены. Сумма, конечно, немало. Тариф на подключение к воде – 47,5 тысяч. Столько же канализация. Это в расчете на один кубометр в сутки. В проверенной прокуратурой тариф включено строительство магистральных сетей, насосных станций, реконструкция очистных. После заключения договора и оплаты, водоканал в течение 18 месяцев обязан подать воду в дом. Пенсионерам мы поможем. Понятно, да? Значит, каким образом, пока не знаю. Но тем, кто нуждается, у кого нет, ну, как мы делали, помните, по всему городу, приведение к единому архитектурному облику, поможем. Этим будет заниматься администрация района вместе с председателем ТОС. Он скажет, вот этим, вот этим надо бы помочь. То есть у каждого есть своя судьба, у каждого есть свои доходы. Вот, и мы понимаем. Но вода, если приходит, она должна и уходить. Вот этот беспредел с канализованием, который существует, мы его прекращаем. Приведут в порядок и дорогу. Строительная техника разбила 300 метров проезжей части. Ее должны восстановить застройщики. Анатолий Пахомов поставил срок до 15 сентября. Надо посмотреть, ямочный ремонт сделать, надо обязательно. А здесь нужно просто 300 метров переделать. Она вот так, ее продавили просто-напросто. Машины, которые, значит, занимаются строительством, целое развитие идет огромное. Разбивайтесь, ради бога, ну, пусть теперь дорогу убили. Значит, теперь собрал их и сказал, а теперь вот мы сделаем, а вы заплатите. Самоволки в районе снесут, легальным застройщикам помогут с проектом дороги. Чтобы из района можно было сразу выйти на объездную. Также в селе по договоренности с застройщиками построят школу на 400 и детсад на 80 мест. Галина Моисеева, телекомпания ВКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 11 августа в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 21, плюс 23. Днем 25-27 градусов выше нуля. Три дня без горячей воды. Это ожидают жителей 14 улиц в завокзальном районе. С 14 августа будет приостановлена подача горячего водоснабжения жителям указанных домов на Волгоградской, Невской, Параллельной, Севастопольской, Тоннельной, Туапсинской, Чапаево, Догомысской и Чебриково. А также на прилегающих улицах и переулках. Ориентировочная дата окончания работ – 17 августа. На Адлерской птицефабрике ввели процедуру наблюдения. Срок до 25 октября установил арбитражный суд Краснодарского края. Адлерская птицефабрика принадлежит московской группе компаний «Континент». Претензии кредиторов к фабрике оцениваются в 160 миллионов рублей. На взыскании находится задолженность еще на 13 миллионов. Об этом сообщает коммерсант «Юг». Предприятие ежегодно выпускает около 5000 тонн мяса птицы. Имеет 15 магазинов в Сочи. Птицефабрика столкнулась с проблемами, которые характерны для всех небольших производителей курятины. Объемы производства, считают эксперты, не дают фабрике выйти на крупных ритейлеров. Кроме того, она зависит от колебания цен из-за отсутствия производства собственных комбикормов и родительского стада, то есть кур-несушек. Сахарный сезон стартовал на Кубани. Заводы Краснодарского края самыми первыми в стране приступили к переработке свеклы. Об этом глава региона Вениамин Кондратьев сегодня рассказал журналистам. 88 тысяч тонн сырья поступило на предприятия в Новокубанские, Ленинградские, Гулькевические и Курганинские районы. Там уже произвели первые 5000 тонн кубанского сахара. Всего в 2018 году планируется переработать не менее 10 миллионов тонн сахарной свеклы. В этом направлении мы традиционно в лидерах среди регионов. Четверть всего сахара производится именно на Кубани. Благодаря обновлению техники в этом году все заводы смогут перерабатывать на 5000 тонн сырья больше, чем в прошлом, и увеличить прием сахарной свеклы из Ростовской области и Ставропольского края. Заводы края по переработке сахарной свеклы каждый год увеличивают мощности. В модернизацию предприятий в этом году вложили больше 3 миллиардов рублей. При этом миллиард потратили на техническое перевооружение сахарных заводов в Курганинске и Тимошевске. Эти производства были восстановлены после длительного простоя при поддержке краевых властей. В Сочи собрано 4 миллиона рублей курортного сбора. Это меньше, чем за месяц. Такие данные привели в городском управлении курортов и рекреационных ресурсов. К 10 августа все средства размещения края должны сдать отчеты по курортному сбору. Но так как именно на июль и август в Сочи приходится пик курортного сезона, то за неполный месяц удалось собрать 4 миллиона рублей. Список тех объектов, на которые будут направлены средства от этого сбора, сейчас обсуждается. Напомню, в Краснодарском крае введение курортного сбора было отложено до 16 июля в связи с проведением в Сочи матчей чемпионата мира по футболу. Курортный сбор взимается не на всей территории края, а только в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и в четырех курортных поселках в Туапсинском районе. Размер сбора 10 рублей в сутки с человека. Площадь флага в центре Сочи на 10 дней превратилась в водную аллею. Там сегодня стартовала акция «Я вода». Она проводится Министерством природы страны уже в четвертый раз с целью привлечь внимание к проблемам сохранения водных ресурсов и бережного отношения к воде. «Я вода» – ежегодная просветительская акция Минприроды России добралась и до Сочи. В центре курорта на площади Умери организаторы установили фотозоны, экраны, инсталляции и арт-объекты, которые транслируют идею ответственности каждого человека за сохранение чистой воды для себя и будущих поколений. Несмотря на то, что у России водных ресурсов довольно много, качество этих водных ресурсов, к сожалению, оставляет желать лучшего. Вместе с тем гражданское население все-таки должно поддерживать эту акцию, и мы все с вами должны бережно относиться к воде, просто так ее не тратим. Здесь же организовали школу для самых маленьких. Уроки проходят каждый час. В развлекательной форме на таких занятиях говорят о том, насколько важно беречь воду и водные ресурсы как источник жизни. Сочинцы и гости отмечают – такие уроки крайне полезны и взрослым, и детям. С маленьким ребенком мы пытаемся ему тоже подсказать, что нужно и пить чистую воду, и охранять воду, и беречь. Вот так. Поэтому мы пришли на эту акцию. Наш мальчик обижает воду, и мы постоянно держим в воде, и он сам уже с детства знает, что только в чистую воду залазит, а в грязную не лезет. Акция «Я вода» проводится в России с 2015 года. Ее уже принимали Казань, Москва и города Крыма. Еще больше о воде благодаря этому проекту узнали около 250 тысяч человек. Сочи к акции присоединился благодаря активному участию в экологических проектах. Акция «Я вода» ждет всех желающих на площади флага с 10 по 19 августа. Как говорят организаторы, ее итогом должны стать не только яркие фотоснимки на память. Главное – это новое, более осознанное отношение к воде, как к живительному источнику. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Социальные истории в виде анимации. Центр «Особое детство» будет снимать мультфильмы, ориентированные на детей с инвалидностью, в том числе с синдромом Дауна и расстройством аутистического спектра. А пока воспитанники центра всесторонне развиваются и помогают им в этом волонтеры. Добровольцами «Особого детства» стали мамы ребят. «Особое детство» – центр семейного типа. Здесь дети занимаются вместе с родителями и даже со здоровыми братьями и сестрами. Именно в такой обстановке социализация особых ребят проходит намного продуктивнее. Занятия здесь нашли и сами мамы, которые в силу обстоятельств лишены возможности работать. Многие из них прошли переобучение, получили очередное высшее образование, стали психологами-логопедами, кто-то освоил гончарное дело. И теперь в роли волонтеров мамы занимаются со всеми воспитанниками инклюзивного центра. Наталья Артеменко тоже мама особого ребенка. Ради него и стала дефектологом. Теперь помогает развивать друзей своего ребенка. Очень хорошо, что все на безвозмездной основе. Многие родители не имеют возможности обучать детей, ходить к платным специалистам. А здесь все-таки дается то, чего многие не могут себе позволить. Помещение общественной организации «Инклюзия Сочи» по поручению главы курорта Анатолия Пахомова выделил муниципалитет. И теперь у юных сочинцев с ограниченными возможностями здоровья есть свой дом. С муфельной печью, спортзалом, сенсорной комнатой. Чтобы добиться разностороннего развития и комплексной помощи, с детьми не только танцуют и рисуют, но и готовят. Бытовым умением здесь обучают не ради развлечения. Навыки самообслуживания жизненно необходимы Дауну и Аутисту. Но и благодаря творчеству ребята вышли из изоляции и даже получили возможность выйти на сцену. Мы шьем, вышиваем, плетем, рисуем, лепим. Причем используем максимально все, что можно использовать в работе, как раз для развития мелкой моторики. И все крупы, которые есть, и весь материал, который можно пустить в работу, разрезать, склеить, что-то из него сделать, сшить игрушку. То есть все это мы тоже используем. И как раз это нам дает возможность участвовать в тех конкурсах, которые проходят в нашем городе. Один из которых мы все знаем, Лига женщин Мост Добра, это хрустальный петушок. Наши дети завоевывали призы и были номинантами. Главное, чего удалось добиться за полтора года работы, воспитанники особого детства почувствовали себя полноценными членами общества, отмечают специалисты. Да и сами дети уже определились, ради чего они ежедневно приходят в свой второй дом. Чтобы я танцевал, играл. У меня есть друзья. Мы здесь хорошо. Вот, смотри. Скоро ребята освоят еще один навык и вместе с наставниками будут создавать мультипликационные фильмы. Особые дети не всегда воспринимают речь, больше ориентируются на визуальные подсказки. Поэтому научить и даже предостеречь детей с ограниченными возможностями здоровья здесь планируют в том числе и с помощью социальных историй в виде анимации. Особенные дети на нашей планете в ожидании чуда живут, словно ангелы без крыльев. На этом реализация социальных проектов в Сочи не заканчивается. Мэр города поставил задачу в ближайшее время открыть в городе еще два бесплатных центра. Один для детей с ДЦП, а второй – «Белая роза» для диагностики женского здоровья. Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте – fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники и в группе «ФКТ ВКонтакте». Ну а в студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok